Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы информационное сопротивление. Александр, здравствуйте. Доброго дня. Александр, вот сегодня мы говорим о успешных действиях Украины, в частности на южном направлении. Мы помним, что коллаборант Стримаусов заявлял о том, что украинское наступление застопорилось. То есть Украина, по его мнению, не сможет деоккупировать Херсон, но мы, тем не менее, видим отчеты аналитиков другого порядка, более профессиональных, которые говорят о том, что Херсон с большой долей вероятности может быть освобожден в ближайшие пару недель. Опять же, мы видели некоторое падение количества погибших, по заявлениям украинского генштаба, погибших российских военных. Но сегодня, вчера опять эта цифра выросла. Опять она приближается, ну, примерно, варьирует около четырех сотен военнослужащих за сутки. Как вы считаете, можем ли мы согласиться с мнением западных аналитиков о том, что Херсон действительно с большой долей вероятности будет в ближайшее время освобожден? Ну, насколько мне известно, не так давно был опубликован материал относительно того, что якобы, по мнению западных аналитиков, Херсон, возможно, Херсонскую область, правобережную часть, можно деоккупировать в течение недели. Скажу сразу, я в корне не согласен с этой версией. Это абсолютно нереальные сроки. А почему? Дело в том, что Стремусов, ну, мы прекрасно понимаем, что это говорящая голова российских оккупантов, ей особо не нужно думать, ей особо не нужно анализировать. А если проанализировать ситуацию, то, в целом, Херсонский плацдарм, он отличается, например, от Харьковского, он, например, отличается даже от Северного, я имею в виду, операцию по освобождению Черниговской, Сумской и Киевской области. Чем отличается? На Херсонском плацдарме мы можем наблюдать поэтапное контрнаступление и поэтапную деоккупацию. Первый этап начался с конца весны, начала лета, когда вооруженные силы Украины осуществили продвижение в направлении Посад-Покровского, освободили Посад-Покровское, а затем с лета началась подготовка с июня, фактически началась подготовка создания условий для, в первую очередь, максимального, скажем так, создания условий по формированию плацдарма для последующего контрнаступления уже с левого берега Ингульца. И мы уже примерно в июля стали наблюдать за тем, как вооруженные силы Украины успешно форсируют Ингулес и на левом берегу формируют плацдарм. Следующий этап, это был уже середина августа, когда мы увидели освобождение Высокополья и также расширение плацдарма. Очередной этап мы наблюдали не так давно. Это северная локация, это продвижение по северному и северо-восточному направлению, а также непосредственно освобождение Давыдов-Абрид и освобождение Дучаны. Формирование достаточно широкого плацдарма для подготовки позиций с последующим, опять-таки, развитием, когда будут созданы соответствующие условия контрнаступления в направлении Береслава. Российский оккупант формирует, по сути, достаточно серьезную линию обороны, как они думают, и будет являться очередным шагом под оккупацией правопережной части Херсонской области. Освобождение Береслава, выход к Новококовскому мосту еще не говорит о том, что вооруженные силы Украины развернут контрнаступление через Новококовку, будут освобождать Новую Коковку и выходить на левый берег. Это скорее говорит о том, что открывается путь вооруженным силам Украины северо-восточное направление к Херсону. И последующее уже развитие ситуации, это будет еще один этап, освобождение Снегуревки. И вот это все уместить в недельный срок нереально и невозможно. А назвать это, например, тем, что это застопорилось контрнаступление или что-то подобное, тоже нельзя, поскольку это подготовительный сейчас идет период формирования условий для последующего этапа под оккупацией. А сколько бы вы все-таки выделили время на эту операцию? Ну, мы понимаем, что очень сложно это предсказать, очень много переменных есть. Знаете, как мы шутим с моими друзьями, горизонт планирования уменьшился у всех максимум до двух недель. Я имею в виду не в военном даже плане, а просто в гражданском, в плане жизни. Сколько бы вы выделили, по вашей оценке, сколько может занять операция по деоккупации Херсона? Что ж, в самом, ну, самый такой оптимистичный прогноз, я могу сказать, что не исключено, к концу ноября не исключен выход к непосредственно административной границе города Херсон. К концу ноября, начало декабря. Административной границы самого города, я имею в виду в первую очередь, к городской линии. Блокировка, соответственно, тех сил и средств российских оккупационных войск, которые там сконцентрированы. Ну, и в дальнейшем все будет развиваться, ситуация будет развиваться исключительно в зависимости от того, как себя поведет российское командование. Или они скажут, отдадут приказ на удержание города до последней капли крови, до последнего военнослужащего. Что, конечно же, мы видели по Лиману, локации Лимана, что, ну, подобного рода приказы они не выполняются. Бегут сразу же, фактически, когда понимают, что могут оказаться в окружении. И вот дальнейшее развитие будет зависеть от этого. Займет это несколько недель или до месяца освобождения самого населенного пункта. Ну, все настолько вариативно. Хотя, опять-таки, действительно, ситуация в зоне боевых действий, она очень стремительно меняется. И в любой момент она может обернуться крайне негативно для самих же оккупантов. Например, они могут попросту плюнуть на все, сесть на автомобильный транспорт, а не на гусичное шасси. И рвануть из Снегуревки в направлении Херсона, бежать, понимая, что, ну, так или иначе, в ближайшее время они в этой локации могут оказаться в очень интересном положении, которое называется окружением. Опять-таки, сценарий Лимана, мы это видели. Как часто они бежали с таких локаций, чтобы избежать окружения. А те, кто не успел, тем приходилось прорваться с боями, и практически все они были уничтожены. Повторение, я думаю, контингент, находящийся в Снегуревке, этого не захочет. Они могут сорваться и сбежать. И тогда это значительно облегчает задачи вооруженным силам Украины. Вплоть до того, что, по сути, процесс деоккупации может быть даже ускорен в несколько раз. И мы можем говорить не о сроках конца ноября, а, например, начало ноября, середина ноября. Давайте немного поговорим о мобилизации, как она влияет на ход боевых действий в Украине. Вот сегодня я уже озвучивал эту новость, что военнослужащие российские вынуждены самостоятельно закупать для себя средства защиты. Речь идет сейчас о бронежилетах. И до этого мы видели новость о том, что, помните заявление, более миллиона комплектов зимней формы в России куда-то испарились. Ну, понятно, кто-то их там украл, перепродал. Их нет. Российские мобилизованные их не получают. Как все-таки даже на фоне этих проблем, этих событий и вот этой коррупции, которая сейчас приводит к таким проблемам для мобилизованных, будет развиваться ход боевых действий на юге, вот в частности. И смогут ли мобилизованные все-таки как-то пулять? Ну, мы понимаем, что да, они, может быть, там не обучены. Многих отправляют даже без вот этого базового какого-то там двух-трехнедельного курса подготовки. Даже те, кто не имеет боевого опыта, их просто отправляют на линию фронта. И локально они вряд ли способны на что-то повлиять. Но если их будет несколько десятков, сотен тысяч, это все равно возможность, знаете, создавать вот этот огневой вал. Их там даже со стрелковым оружием в руках, они способны, наверное, на что-то повлиять. Вот на ваш взгляд, на что? Ну, вы очень правильно подметили то, что сохраняется определенное количество на сегодняшний день погибших среди российских оккупационных войск. Такая среднестатистическая какая-то уже усредненная цифра, которая время от времени, в зависимости от интенсивности боевых действий, может расти. Но есть какой-то усредненный показатель. Я хочу отметить, что именно частично мобилизированные в ближайшее время будут составлять большинство именно этих потерь. Как двухсотами, так трехсотами, так и еще и четырехсотами, то есть пленными. Почему? Потому что это абсолютно неподготовленные люди, они абсолютно не готовы к боевым действиям. И на сегодняшний день имеется информация о том, что уже находятся в зоне боевых действий более 16 тысяч этих частично мобилизованных. Но что самое интересное в этой всей истории, как они были, в каком формате они были отправлены именно в зону боевых действий. Поскольку я неоднократно акцентировал внимание на том, что у российской армии на сегодняшний день нет возможности, нет ресурса полноценно укомплектовать и сформировать подразделения из вот этой всей массы мобилизуемых. Вот этих трехсот тысяч, о которых они постоянно говорят, Сергей Шойгу заявлял еще. Они не могут их ни одеть, ни обуть, банально даже накормить. В самые лучшие времена для российской армии, еще когда были сверхприбыли от нефти и газа, когда не было санкций, потенциал, мобилизационный потенциал российской армии, а именно возможность собрать, более-менее укомплектовать и отправить в зону боевых действий, составлял примерно 60-65 тысяч личного состава. На сегодняшний день, с учетом опять-таки коррупции, деградации всей самой системы и так далее, я не думаю, что такой потенциал может составлять примерно 30 тысяч, именно по комплектации. Но это опять-таки с учетом того, если бы Российская Федерация не находилась в состоянии полномасштабной войны уже, по сути, восьмой месяц. То есть, когда есть потенциал технического оснащения. Я сейчас поясню, что я имею в виду. Ведь, когда мы говорим о формировании какого-то подразделения, это не просто собрали личный состав, количество, которое соответствует этому подразделению. Ну, например, батальон-тактическая группа. 500, 600, 800 человек, до 1000 человек, в зависимости от функционального назначения этой батальон-тактической группы. Но у этой батальон-тактической группы еще должно быть определенное количество техники. 11 танков по 3 зенитно-ракетных комплекса того или иного типа РЭП, по 3 РЭП, должно быть более 30 ББМ, это БТР, БМП и так далее, и так далее. То есть, нужно еще формировать техникой. А с техникой у Российской Армии сейчас проблемы. Речь уже идет не только о комплектации зимней одежды и тому подобное, а техническая составляющая. И возвращаясь к теме отправки в Украину более чем 16 тысяч, мы уже видим, в каком формате их отправляют. Их отправляют в формате маршевых батальонов. А что такое маршевый батальон? Маршевый батальон, это когда тебе дают в зубы автомат, или как это было во время Второй мировой войны, дают в зубы винтовку, и иди своим ходом в зону боевых действий. Вот все мы видели эти фильмы про Вторую мировую войну, когда советская армия-то отправлялись военные, такие колоннами, все с винтовками, с плащ-палатками, вот так все они бравурно шли. Так вот это как раз маршевый батальон. И в этом нет никакого ура-патриотизма, в этом нет никакого бравурности на самом деле. Потому что идет попросту живое мясо, вот и все. Нет танков, нет техники, вот нехватка, дефицит этого всего. И в этом не было никакой на самом деле эпичности как таковой. Это как раз говорило о том, что страна не справлялась с вызовами, с технической компенсацией тех потерь, которые было в зоне боевых действий. И сейчас эти более 16 тысяч личного состава, это и демонстрация того, что Россия попросту не может справиться с формированием даже такого количества подразделений. Их отправляют исключительно в пехотном порядке, в зону боевых действий. Там они компенсируют батальонно-тактические группы подразделения, которые требуют компенсации потерь, но компенсируют исключительно личный состав. А там есть потери еще и технические. Не хватает танков, не хватает БМП, БТР, не хватает реактивных систем залпового огня, не хватает артиллерии, самоходных артиллерийских установок и так далее, и так далее. И все заканчивается тем, что ну получили этот весь, скажем так, пехотный потенциал, что с ним делать? Он огневой вал не обеспечивает. Огневой вал обеспечивает артиллерия. Огневой вал обеспечивает крупный калибр. Ствольный и реактивный. Но никак не калибр 5.45. И таким образом, эту всю массу привозят в зону боевых действий, размещают в какой-то школе, в каком-то детском садике, который для них является сейчас пунктом размещения. А вечером туда прилетает пакет М142 «Хаймарс». Вот и все, история закончена. На этом и заканчивается вот этот путь частично мобилизованного. Александр, вот сегодня западные аналитики говорили о том, что России уже фактически не хватает боеприпасов. И военная промышленность России не может обеспечить, компенсировать вот тот расход, который есть на данный момент. Знаете, вот меня сегодня еще удивила очень новость о том, что заметили С-60, это зенитно-артиллерийский комплекс, который сейчас перебрасывают на линию фронта. И, по всей видимости, всерьез собираются применять. Это очень старая разработка, еще 40-х годов. И, да, вот, вы можете как раз сейчас наблюдать на видео. Ну, знаете, вот для меня было удивление. Удивлением это потому, что, ну, ладно, да, применяет Россия там действительно некоторые образцы устаревшей техники, но не 40-х же годов. То есть, когда там применяются какие-то виды стрелкового вооружения, это можно понять. Они морально не слишком устарели. В конце концов, там и в Германии есть пулемет МГ-3, который такое логическое развитие более старых моделей, МГ-42 и еще более старых. Но это стрелковое вооружение, там сложно придумать что-то новое. Да, возможно, оно не самое новое, но оно актуально, оно более или менее эффективно. А вот эти вот вещи, которые мы наблюдаем, уже вызывают множество вопросов. Ну, увидим ли мы на линии фронта Т-34, как вы считаете? К тому времени война вообще закончится, но почему вы удивляетесь? Ничего странного. В зоне боевых действий в Луганской области сейчас используются гаубицы D-1. Это крупнокалиберная 152-го миллиметра гаубица, которая использовалась с 1943 года по 1949-й советской армии. Она принимала участие во Второй мировой войне, и они сейчас их используют. В этом нет ничего удивительного. В принципе, я эту тенденцию с артиллерией уже заметил достаточно давно, еще в июне месяце, когда в открытом доступе стало появляться большое количество информации, а особенно фотофактажа о том, что у российских подразделений, артиллерийских подразделений проблема со стволами возникла. Они постоянно жаловались на то, что им рвет стволы. И что самое интересное, на фотографиях были, например, гаубицы D-20. Те самые, которые в свое время, сразу после Второй мировой войны, заменили гаубицы ML-20, которые использовались тоже советской армией во время Второй мировой войны. И тогда я, ну, после танка Т-62, который не выпускается с 1975 года, после танка ПТ-76, который использовался советской армией в 50-х годах, я не удивлялся тому, что используется именно потенциал этого вооружения, древнего советского. Восстановление, возвращение артиллерии и сохранение для российских оккупационных подразделений сейчас очень важный элемент, потому что без артиллерии, без тактики огневого вала, то, о которой мы говорили, они не могут не наступать, не вести оборонные действия. И когда постоянно говорят о том, что у России возникает дефицит с боеприпасами, и нарастающий постепенно, как снежный ком, это действительно правда. Поскольку на начало полномасштабного вторжения российские запасы общие составляли примерно от 18 до 20 миллионов выстрелов разного калибра. На сегодняшний день эти запасы уменьшились более чем в два раза, с учетом того, что российская тактика ведения войны, это старая советская тактика ведения войны, огневого вала. В наступлении это в сутки по такому фронту, как в Украине, использование примерно 50-70 тысяч выстрелов. В обороне это использование от 30 до 40 тысяч выстрелов. Поэтому этот ресурс так быстро себя исчерпал. И не только ресурс исчерпал себя по боеприпасам, исчерпывает себя ресурс и по стволам. У каждого ствола есть свой ресурс, количество выстрелов. А потом его рвет. Сейчас достают старые советские, открывают старые советские закрома, хранилища и используют артиллерию, у которой уже фактически до отправки на хранение был выработанный ресурс. Она делает 100-200 выстрелов, например, в формате обороны либо наступления, и у нее рвет ствол. Аналогичная проблема с танками. Большое количество сейчас можно видеть эвакуируемых танков на территорию России, у которых нет внешних повреждений корпуса, у которых разорваны именно стволы. С середины лета российское командование получило доступ к складам и центрам хранения на территории Беларуси. Они сейчас вывозят с территории Беларуси, с складов, огромное количество боеприпасов. Ну, например, за август было вывезено более 12 тысяч тонн. Ну, как для Беларуси это действительно большое количество. Как для России это ситуативная возможность как-то компенсировать нехватку боеприпасов и уменьшить плечо подвоза, потому что основное плечо подвоза сейчас является это центральный военный округ и восточный военный округ. То есть Улан-Удэ, Уссурийск, оттуда вагонят основной запас. И складируют уже в Белгородской, Ростовской, Курской области по объектам идет складирование для последующего транзитного отправки на территорию Украины. И этот вывоз сопровождается еще и вывозом большого количества артиллерии, как буксуемой, так и самоходной. А сейчас, с конца сентября, начала октября мы уже наблюдаем то, как с белорусских складов вывозятся танки Т-72А. Ну, вот, в принципе, явный показатель того, в каком состоянии сейчас находится милитарный потенциал российской армии, что она вынуждена, ну, скажем так, собирать все по сусекам, но то, что она собирает, это уже не того качества, которое было на начало полномасштабного вторжения, ну и, конечно же, оно вообще непригодно даже к использованию и рискованно для тех же самых расчетов, тех же самых подразделений, которые используют эти вооружения и боеприпасы. Ну вот, чем больше мы читаем, наблюдаем, тем больше видим проблем, которые присутствуют в российской армии. И, в принципе, проблемы на всех уровнях, начиная от формы обмундирования, заканчивая тем, что вы сказали, это исчерпание ресурсов, которые есть по боеприпасам, по артиллерии, ну, просто физическая, фактически, ну, вот, гибель того ресурса, который был в российской армии. Да, 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 своими силами, как бы, такая реверсивная получилась. И здесь вот, да, интересно то, что сегодня вот был нанесен удар по объекту энергетической инфраструктуры в Киевской области, об этом уже официально сообщили городские власти, попросили не говорить, где именно он был нанесен, по какому объекту, но предупредили о том, что могут быть опять отключения электроэнергии, какие-то временные. И некоторые СМИ сообщали о том, что, скорее всего, удар был нанесен при помощи гиперзвукового комплекса «Кинжал». И здесь вот другой вопрос, мы знаем о том, что вот, когда в начале недели были эти массированные удары по Украине, по-моему, около 80, более 80 ракет всего Россия выпустила, ну, больше, чем половину удалось бить, ну, вторая половина все-таки куда-то да попала. Не везде точно очевидно, что она попала в цель, где-то в молоко, что называется. Ну, как бы там ни было, 80 ракет за один день. Насколько все-таки Россия еще имеет возможность наносить удары при помощи вот этого относительно высокоточного оружия, которое есть у него в наличии, потому что еще, помните, в апреле, в мае говорили, ну, закончатся ракеты рано или поздно. Пока еще не закончились, мы это видим. Можем ли мы оценить, как долго еще Россия может наносить ракетные удары? Постоянно, всегда сможет. Вопрос, вот знаете, в чем вся суть? Когда говорили о том, что заканчиваются ракеты, почему-то все это воспринимали буквально. Вот в ноль выйдут, и все, ракет больше не будет. Ну, конечно же, нет. Конечно же, нет. Для начала следует понимать, что есть два типа ракетного вооружения, которым сейчас пользуется Россия. Возобновляемые и невозобновляемые. Начнем с самого простого, невозобновляемые. Это советское ракетное вооружение, которое она стала использовать после того, как ее, условно-современное, стало дефицитным. Те же самые ракеты Х-22. Старые советские ракеты, неточные, дефективные, у которых отказывают двигатель, чем дольше она летит, и так далее, и так далее. Огромное количество проблем. Этих ракет Россия не может производить. Она не может наладить эту линию производства. У нее нет этих запчастей, деталей и все. Каждое использование этой ракеты, оно, по сути, ну, скажем так, как уже уникальное. В какой-то момент их действительно не станет вообще. С другой стороны, есть возобновляемое вооружение. Это ракеты. Крылатые ракеты Калибр, Х-101, это ракеты Х-59, это те же самые П-800 Оникс, и так далее, и так далее. И вот эти ракеты, действительно, на начало полномасштабного вторжения в Украину, их было огромное количество у России. Они исчислялись сотнями. И, например, 24 февраля мы увидели массированный удар по территории нашей страны в количестве более 160 крылатых ракет авиационного базирования, морского базирования, баллистических ракет, и так далее. Но после 24 февраля она ни разу не смогла повторить подобного рода удар. До 10-го, постепенно это количество уменьшалось использованием, и мы стали замечать все больше советского типа ракетного вооружения, то есть, которые брались со складов хранения и сбережения. По сути, на сегодняшний день, 10-го октября, мы наблюдали явление массированного удара по территории Украины, которого не было более чем двух месяцев. Например, по Киеву до 10-го октября не наносились удары крылатыми ракетами авиационного базирования почти два месяца. Аналогично, ну, например, по Одессе. По Одессе лишь возобновились, террор Одессы возобновился лишь посредством использования БПЛА Камикадзе Шахет-136. Но ракетное вооружение, как таковое, также достаточно долгий промежуток времени не использовалось. Почему это происходит? Потому что ракетное вооружение условно-современно, оно настолько сейчас дефицитное, что его, во-первых, для того, чтобы начать подобного рода операцию по массированному обстрелу нужно свести со всей территории России. Нужно произвести для начала, а с производством тоже проблема, поскольку, если мы говорим крылатая ракета Калибр или ракета Х-101, мы говорим в первую очередь о ракетах, у которых более 80% микросхем иностранного производства. И сейчас Россия их не может как-то импорт заместить, это во-первых, а во-вторых, она их получает исключительно в формате контрабанды. Куда интереснее, откуда она получает, как она получает это в формате контрабанды, есть определенного рода подозрения, что в этой цепочке играет определенную роль Таджикистан, как связующее звено, но это пока еще подозрение. Это своего рода, знаете, как было с Ираном, Иран был обвинен в том, что он поставляет России БПЛА Камикадзе, я тогда тоже говорил, давайте дождемся реального фактажа, начнем сбивать, увидим иранские дроны, тогда будем говорить уже непосредственно о том, что да, это происходит. Вот и в данной ситуации так же, это сейчас в режиме именно как теории, скажем так. И есть этот контрабандный микропроцессор, есть эта микросхема, они могут собрать эту ракету. Потребность российской военщине в ракетном вооружении, в крылатых ракетах, это десятки единиц в сутки. Вот та потребность, которая есть в условиях нынешней войны. Что они могут сделать? Они могут максимум собрать одну-две ракеты в неделю, максимум три при наличии полного комплекса комплектующих. Вот понимаем те проблемы, которые есть, понимаем, что запасы еще не исчерпались, то есть какое-то количество ресурсов есть, все-таки удары будут наноситься. Александр, спасибо большое. Напомню, зрителям с нами был Александр Коваленко, военнополитический обозреватель группы информационное сопротивление. Спасибо за участие в нашем эфире и до новых встреч. До встречи.